В этот юбилейный год случилось невероятное. Была похищена зрительская любовь. Искать пропажу долго не пришлось. На суд театральных мэтров и профессионального жюри были представлены 24 спектакля театров из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Очаровать искушенного самарского зрителя не так просто. Похитить его любовь тем более. Чтобы провернуть такое дело, нужно поистине великое чудо. Очень всегда ожидаемы события. И самое главное, что это не просто только конкурс, который определяет лучшие какие-то работы. А это прежде всего серьезнейший анализ творчества, которые проходят в тот или иной год и рождение. Самое главное, это спектакли, которые, в общем-то, приносят радость прежде всего зрителю, самим артистам. Театр – искусство живое. Это не музей, это даже не самая замечательная кинопленка, которую можно просматривать спустя лет 50. Театр должен отвечать сегодняшнему дню, сегодняшним мыслям нашего зрителя. Триумфатором праздника стал корсар Самарского академического театра оперы и балета. Сразу три номинации оказались для него победными. Кордебалет был награжден особым мнением жюри за создание романтической атмосферы. Свои статуэтки получили солисты балета – Кирилл Сафронов за роль Корсара и Вероника Землякова за роль Гульнары. Когда ты нравишься зрителям, нравишься жюри, это признание, естественно, это только подстегивает. Интересная работа была лично у меня, такая эмоциональная. В общем, я очень рада и счастлива, что мне довелось станцевать партию Гульнары, балетик «Корсар». Специальная премия жюри за лучший спектакль была отдана постановке Самарского театра «Самарт». Это жизнь артиста по пьесе Семеновского режиссера Александра Кузина. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов.